Возле детской школы искусств номер 4 расположен небольшой земельный участок. Он неблагоустроен. Тут нет детской площадки, хоккейной коробки или беседок для отдыха. Однако здесь могли бы гулять родители с детьми, а жильцы близлежащих домов выгуливать домашних животных. В данный момент ситуация диктует совершенно другие условия. Это место используют в качестве парковки автовладельцы, работающие или проживающие неподалеку. Из-за увеличения платных парковок в городе свободных мест для машин стало намного меньше. И водители вынуждены парковать свои машины там, где придется. Рядом со школой номер 4 из-за автомобилей образовалась практически непроходимая грязь, которая мешает как учителям, так и учащимся. Зеленая зона возле музыкальной школы превратилась в парковку для машин, где нет ни одного квадратного метра, который был бы освобожден от грязи. В сложившейся ситуации в первую очередь страдают ученики школы и их родители. Я вожу ребенка 4 раза в неделю в эту музыкальную школу. И осенью, и весной особенно, вот эта грязь, она на своем месте. И пройти здесь невозможно. Даже проехать невозможно. Я как автовладелец могу сказать, что я на своей машине останавливаюсь далеко отсюда. И дальше в резиновых сапогах мы с ребенком проходим по вот этой грязи к музыкальной школе. Сейчас по этому земельному участку можно пройти только в резиновых сапогах. Да и то, от них не остается чистого места. Суть проблемы заключается в том, что эта территория является единственным проходным местом между школой и детским садом. Местные жители и учащиеся ближайших школ пресекают этот загрязненный участок для того, чтобы пройти к своим домам. В соседней школе общеобразовательной люди идут оттуда после школы к себе в ближайшие дома. Именно пробираясь сквозь грязь эту, потом отряхивая свои ботинки. Вот там есть пятачок асфальтовый, где они все стоят и отряхиваются. В связи с нехваткой парковочных мест в городе, многие автовладельцы вынуждены оставлять свои автомобили на платных автостоянках. Однако даже их не хватает, поэтому некоторые водители паркуют свои машины даже в таких местах. Автомобилей много у жильцов и, соответственно, мест парковочных около домов тоже нет. За счет этого, я думаю, что, в принципе, они здесь и паркуются. Ну, хотя, в принципе, если ты оставляешь свой автомобиль на данной территории, ты хотя бы ее как-то облагородь. А не то, что они заезжают и сами потом по этой грязи, в принципе, как-то выходят, как-то идут. То есть, и сами же здесь они проживают, и дети их также ходят по этой грязи в школу. По словам местных жителей, ситуация с этой неофициальной парковкой существует уже далеко не первый год. Горожане надеются, что на их проблему, наконец, обратят внимание. И зеленая зона возле музыкальной школы номер 4 будет благоустроена. Таким образом, ученики смогут приходить на занятия чистыми и опрятными, а автомобили перестанут утопать в грязи. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».